Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В последнее время чувствую, что со мной что-то не так. Постоянно смотрю на других из этого, смотря на других, из-за того, что в 21 год не было отношений мужчиной, хотя я желание действую, но это не приводит к нахождению правильного партнера. Для меня это чувство возрастает под общественным давлением особенно, то есть в момент, когда окружающие говорят, что это не нормально, уже пора. Как бороться с этим чувством, потому что в последнее время оно постоянно внутри меня. Спасибо за ответ. Ну, собственно, правильный партнер для вас вызывает, по-моему, вопросы. Какой правильный партнер? То есть это ваши собственные ограничения, отличающиеся, судя по всему, от ваших желаний. Вот. То есть правильный партнер для вас это какой, да? Что значит правильный партнер? Правильный партнер это ведь уже общественное мнение, по сути дела. И, соответственно, проблематика, на мой взгляд, она в том и заключается, что вы пытаетесь найти именно вот правильного партнера, вот, а не партнера такого, который, например, вам как-то по душе как-то нравится и как-то вызывает у вас, ну, на самом деле чувство. Еще один важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что вы в этом смысле как будто бы выстраиваете отношения, значит, с человеком, ну, потенциальные, потенциальные отношения вы выстраиваете с человеком на основании взаимодействия мужчины и женщины, то есть гендерного взаимодействия. Это приводит, как правило, к такому, я бы сказал, искусственному сужению личности человека и не позволяет вам полностью раскрываться в отношениях. Второй момент, на мой взгляд, заключается в том, что вы боитесь быть плохой, то есть вы изо всех в этом смысле сил постараетесь быть хорошей, как мне кажется, потому что общественное мнение для вас важно, вот, а в основе этого лежит страх, то есть, ну, ваши собственные страхи в основе лежат, вот, и с этими страхами, на мой взгляд, нужно работать. То есть, это отсутствие вот такой опоры на себя, да, вот, и в какой-то мере даже обесценивание, получается, вами, самой себя. Вот. То есть, ощущение, что с вами что-то не так, это непринятие чего-то в себе под давлением общественного мнения, которое говорит, что вот это неправильно у вас. То есть, что конкретно у вас не так, вот, вы пишите в последнее время, в последнее время вы это чувствуете, в какой момент это началось, вот. Далее вы пишите, что в 21 год не было отношений. Почему именно в 21 год? Вам сейчас 21 год? Или вам сейчас больше? Вот. То есть, тут тоже нужно понять, как вы это соотносите, да. То есть, соотношение не очень ясно здесь. Вот. Есть желание действия. То есть, желание чего, действия какие, вот. Это не приводит к отказению правильного партнера для меня. Это страх перед серьезными отношениями. То есть, поиск правильного партнера, это история про что? Это история про то, что, ну вот, скажем так, есть глубинный такой страх перед серьезными отношениями у вас, я бы сказал. Вот. И, соответственно, это вот дает от себя знать. То есть, вы себе свой страх объясняете тем, что правильного партнера нет, а по факту вы просто здесь, я бы сказал, проявляете вот этот самый страх перед серьезными отношениями. Вот. Ну, как мне это видится, по крайней мере. с точки зрения психологии. Вы боитесь серьезных отношений. Вот. И если вы зависите от общественного мнения, как вы говорите, то есть у вас, конечно, трудности с личными границами тоже. Вот. И в таком случае нет ничего удивительного в том, что вы, значит, прислушиваете по мнению других людей, потому что вы не отделяете себя от них. Вот. Постараетесь быть похожей на них. Вот. Боитесь, значит, какой-то непохожести на людей и, соответственно, всеми силами стараетесь этого избежать. То есть вот этот момент, он, на мой взгляд, очень важен, именно в контексте какого-то понимания вашей ситуации. Вот. Ну, на мой взгляд, в основе лежит какое-то такое непринятие. Всё равно. Себя, вот, на мой взгляд, в основе лежит всё равно какое-то требование от себя быть другой. Вот. А быть может быть идеальной. Это вам тоже довольно серьёзно мешает, на мой взгляд. Вот. Поэтому с этими аспектами, с этими моментами я и предлагаю вам, значит, поработать. Вот. Это, в крайней мере, называется работа с комплексами. Вот. То есть комплексов, в крайней мере, история про то, что я что-то о себе думаю, да? Вот. Хотя, на самом деле, таковым это не является. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго. Спасибо.